Особенности русского национального питания. Плюсы и минусы. Много мяса и мясных продуктов. Много жирной молочки. Сливочное масло, которое все так любят толстым слоем намазать на бутербродик. Соответственно, это избыток по насыщенным жирам. Есть много продуктов животного происхождения вредно. Об этом свидетельствует масса исследований. Работы американского физиолога Вальтера Лонго показали, суточный максимум потребления животного белка для взрослого человека составляет 0,8 грамма на килограмм веса. То есть в среднем не более 250 граммов мяса в день для 80-килограммового мужчины. Оказалось, высокое потребление животных белков так же сильно повышает риск преждевременной смерти, как и курение. И здесь как раз можно поучиться у наших предков. Всем известна пословица про щи да кашу, которые пища наша. Ведь ни колбаса и ни котлеты историки кухни подтверждают. Мясо всегда было дорогим и малодоступным продуктом. Основой стола, основой питания были что? Бобовые, овощи, разнообразные каши. Можно ли их назвать вегетарианством? Ну, наверное, с сегодняшней точки зрения, может быть, кто-то и сочтет это таким направлением. Но, по сути дела, все это происходило из вполне себе естественных причин, чисто экономических. Совсем уж идеализировать тогдашний стиль питания, конечно, не стоит. Вряд ли полноценным можно назвать, например, типичнейшее крестьянское блюдо – тюрю, обычно состоявшую из подсоленной воды с накрошенным туда хлебом, плюс растительное масло и иногда лук. На здоровье, особенно детском, такая еда сказывалась не лучшим образом. Впрочем, сейчас, в наш век всеобщего переедания, пищевые ограничения – это, конечно, хорошо. Помочь тут может и религия. Например, в православии постных дней в году больше двухсот. Кроме больших постов есть и малые еженедельные, которые предписывают избегать мясной и молочной пищи по средам и пятницам. Во время постов улучшается кишечная микрофлора, то есть она обновляется, а кишечная микрофлора участвует в формировании иммунного ответа. И таким образом происходит укрепление иммунитета, повышается иммунитет, повышается сопротивляемость организма к вирусным инфекциям. Между прочим, еженедельный пост похож на модную научную систему питания 5.2, когда 5 дней в неделю надо просто придерживаться средиземноморских принципов – мало мяса, много овощей, примерно 2 тысячи килокалорий в день. А в остальные два дня – не подряд. Надо уменьшать количество пищи. Кто-то рекомендует в два, а кто-то и в четыре раза. Все больше исследований говорят о том, что такие разгрузочные дни помогают контролировать вес и защищают от диабета, болезней сердца и ран. О, кстати, смотрите, еще и кервель. Вот, между прочим, во Франции кервель относится к разряду благородных пряностей наряду с базиликом и эстрагоном, а у нас это считается сорняком. Конечно, в пищу здесь употребляют только то, что хорошо знают. Ну а если уж трава совсем незнакомая, конечно же, здесь на помощь приходят энциклопедии лекарственных и полезных трав. Все эти травы содержат очень большое количество веществ, которые мы называем антиоксидантами. Их основная задача в нашем организме – замедлить процессы старения клеток. Исконно русские дикие растения кладут, например, в окрошку с молочной сывороткой и в своеобразный микс-салат. Здесь и лебеда, и подорожник, и одуванчик, и крапива, и кервель, и сныть, и тысячелистник, и манжетка. Предлагаю заправить нетрадиционно салат ни майонезом, ни сметаной, даже ни растительным маслом. А снова обратимся к домашней кухне – проста кваша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавочку, пожалуйста. Вот без всякого лукавства я готова есть вот эти продукты каждый день. Конечно, с точки зрения современной диетологии нет никакой нужды питаться исключительно так. Да и делать это зимой просто невозможно. Но разнообразить свой рацион при помощи забытых и не очень популярных сейчас продуктов почему бы и нет? Например, в докартофельные времена одной из основных пищевых культур в России была репа. А выражение проще паренной репы изначально звучало по-другому – дешевле паренной репы, то есть она была очень доступной. Корнеплод распаривали, тушили, варили. Из репы можно приготовить паренки. Нарезаем потоньше, примерно вот так. В грузку печку ставишь, раскладываешь на противешки, на листики и сушишь. Подсушится. Получаются паренки. Еще из репы готовят рагу. Это что-то типа супа из репы. В Тувинской тайге до сих пор существует старообрядческое поселение, где нет ни телевизоров, ни мобильных телефонов. Зато здесь знают, какова на вкус репа. Ее сеют каждый год и едят постоянно. Кстати, и хранится она хорошо. Вот в этом подполе мы храним овощи. Морковку, свеклу, редьку, репку и все остальное. Вот в этом году репка у нас крупная выдалась. Такую вот наростили. Как говорит нам наука, в пище должно быть много грубых пищевых волокон – клетчатки. И тут как раз помогают овощи. Например, еще один традиционный корнеплод – редьку. Наши предки тоже употребляли чаще, чем мы сейчас. Ее подавали, например, свежей, с маслом, горчичным, подсолнечным, конопляным. Такую смесь даже намазывали на ржаной крем. А из свеклы можно не только варить борщ, но и, например, мариновать ее. Так делает наш постоянный эксперт, историк русской кухни Ольга Сюткина. О том, что в рацион хорошо бы вернуть, как это было у наших предков, большое количество овощей и малообработанных злаков, говорят, между прочим, не только в России. Двое английских ученых – фармаколог Пол Клейтон и историк Джудит Роу Ботхэм – исследовали, как питались британцы в эпоху королевы Виктории. И выяснилось, что пища простых людей, несмотря на свою непрезентабельность, очень помогала им выживать в непростых условиях. Очень интересную вещь можно заметить, если взглянуть на картинки зимних улиц 19 века. Вы увидите очень плохо одетых людей. Дети, как правило, вообще босые. Нет, конечно, они не наслаждались этим состоянием, но они могли пережить холод, потому что очень много ели. Среднее потребление составляло чудовищные по современным меркам 4-5 тысяч килокалорий в день для мужчины и 3 тысячи для женщины. Но, во-первых, лишние калории активно, не как сейчас, тратились на физическую работу и банальное согревание себя. И, во-вторых, важно, что именно тогда ели. Прежде всего, очень много свежих овощей и фруктов – до 8-10 порций в день. Это стоило дешево. Недостатка витаминов не было даже зимой, потому что имелся лук. Даже самые бедные могли позволить себе купить мешок лука. Капуста была доступна всегда. В холодное время года продавались еще и яблоки. Их тоже могли позволить себе абсолютно все, как и вишню летом. Джудит, сама, кстати, чем-то похожая на королеву Викторию, показывает мне в своей лондонской квартире, как выглядел типичный завтрак мужчины рабочего класса в 19 веке. Между двумя кусками хлеба из муки грубого помола она кладет дешевую зелень, популярную в то время – водяной крес-салат. Он мог расти даже в холодной воде зимой. Выглядит аппетитно. Попробуйте. Это правда вкусно и, главное, не скучно. А еще лондонские бедняки ели не отборное мясо и рыбу, а готовили из дешевых, но более полезных вариантов. Джудит показывает еще несколько популярных блюд той эпохи – жареные молоки-селедки. Это же было любимое блюдо и Григория Распутина тоже. Никогда бы не подумала, что у меня с ним есть что-то общее. А еще пудинг с рисом и бычьими хвостами. Это более чем съедобно. Напоминает русские блюда из гречки с мясом. Конечно, калорийность викторианской диеты не подойдет для современного человека. Мы слишком мало двигаемся, а вся непотраченная энергия превращается в лишние килограммы. Но вот сам подбор продуктов. Такое питание с низким содержанием соли, сахара, мучного, при этом обилием овощей и фруктов наука одобряет. Конечно, иногда можно себе позволить бутерброд с любимой докторской колбасой или селедку под шубой с жирным майонезом. Главный рецепт заключается в том, чтобы не делать так каждый день. Главный рецепт